Преимущественно мы здесь поработали над силой рук, непосредственно необходимых в ударе для гольфа, разделив на две части упражнения и над мышцами пресса. Привет! Второй комплекс упражнений для улучшения удара в гольфе. Нам понадобится гантель от 4 до 6 килограммов. Можно взять 4, 5 и 6. Далее нам понадобится резина, которая закреплена на уровне пояса, либо блок, тоже закрепленный на уровне пояса. Если у нас есть блок, ДРТ, мы опускаем на уровень таза, берем рукоятку и выбираем вес примерно 5-7 килограммов. Сначала у нас небольшая разминка. Одну ногу мы ставим вперед, руки разводим в стороны и разминаем нашу спину. И мышцы пресса. Вдох и на выдохе обратно. Таз у нас на месте и мы выполняем ротацию. Здесь нужно выполнить по 10 ротаций. Одна нога впереди, затем 10 ротаций, другая нога впереди. При этом таз мы удерживаем на месте и грудной отдел двигается относительно таза. Голова тоже у нас может двигаться. У нас пока разминка. Следующее упражнение. Мы выполняем круговые вращения руками и встаем на носки. 10 круговых вращений назад, вставая на носки, а затем 10 круговых вращений руками вперед. Также поднимаясь на носки. Отлично. Как я уже говорил, нам понадобится блок. Вес 5-7 килограммов, либо тяжелее. Над движением рук нам нужно поработать отдельно. Здесь я сейчас имитирую удар с левой ударной стороны. Сначала левой рукой, затем правой. Мы выбираем оптимальное натяжение, комфортное для нас. Ноги у нас мягкие, согнутые в коленях, сгибание в тазобедренном суставе. Далее мы выполняем на вдохе ротацию к точке крепления, таз при этом на месте. За счет мышц пресса мы возвращаемся в исходное положение и добавляем имитацию удара рукой. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Удерживай таз на месте, потому что нам здесь нужно хорошо поработать над мышцами пресса. Переходим к правой руке. Руку левую можно опустить на пояс. Также колени мягкие, сгибание в тазобедренном суставе, наклон. И на выдохе мы имитируем удар. Наклон, ротация, таз на месте, разгибание в тазобедренном суставе, ротация в грудном отделе и удар. Если взять в руки клюшку для гольфа, здесь то же самое. Бам. На другую сторону то же самое. Сгибание в тазобедренном суставе, ротация. И на выдохе. Движение. Начинается ягодиц, пресс и рука. Далее мы переходим уже к свободному весу. Гантели. От 4 до 6 килограммов. И начнем также с левой стороны. Колени у нас согнуты. Загрузка. И мы имитируем удар. Можно выполнять ротацию больше и имитируем удар. И сразу же можно поменять стороны и то же самое на другую. Сначала немного раскачатся. Гантель. И важно здесь движение под мышц пресса выполнять. Покажу так же сбоку. Покажу так же сбоку. Покажу так же сбоку. Как и на левую сторону, так и на правую сторону. От этого зависит наше долголетие в тренировках и в спорте, и здоровье опорно-двигательного аппарата. Хороших игр!